Всем привет, с вами председатель. Ну если архитектуру, место расположения Синайского монастыря мы с вами рассмотрели в прошлом видео, изучили историю близ лежащих гор, то сейчас самое время отправиться в сокровищницу Синайского монастыря. Ведь нас уверяют, что этот монастырь ни разу никем не был завоеван, а это практически самый первый, ну или один из первых христианских монастырей на планете Земля. И здесь сохранилась библиотека, которая по своим историческим экспонатам может сравниться с Ватиканской библиотекой. Ну тот же так называемый Синайский кодекс, как нам говорят, это список библии на греческом языке, и его датируют, представьте, четвертым веком нашей эры. Правда обнаружили его только в середине девятнадцатого века. История с этим кодексом, конечно, потрясающая. Правда сейчас, в данный момент, в Синайском монастыре его нет. Обязательно поговорим про него. Поговорим про крест, который к Иисусу Христу не имеет абсолютно никакого отношения. Я бы назвал его ветхозаветным крестом. Ну и, конечно, поговорим о Синайских иконах. Это также одни из первых икон на планете Земля, которые собраны в монастыре святой Екатерины в Синае. Ну, всем знаменитая Христос Пантократор. С асимметричными чертами лица, где, как говорят, с одной стороны, мы видим суровость, а с другой – смирение. Ну, якобы показывающие две природы Христа – человеческую и божественную. Эту икону датируют шестым веком, то есть ей полторы тысячи лет. Именно эта икона стала прообразом всех остальных икон с Иисусом Христом. Это официальная информация. Этим же шестым веком датируется Святой Петр. Седьмым веком – Богородица на троне с Эммануилом. Двенадцатым или тринадцатым веком – Лествица Иоанна Листвичника. Кто не хочет разочаровываться, менять свое мнение, лучше сразу выключите это видео. А для всех остальных детальный разбор после короткой рекламы. Вот хоть убейте, но я не могу выбрать для себя любимый рюкзак. Потому что мне нравятся абсолютно все мои рюкзаки от бренда XD Design. Но вот если двое штанов на себя еще можно одеть одни на другие, то с рюкзаками это будет уже перебор. Приходится выбирать один. Хоть все они суперудобные эргономичные городские рюкзаки. И летний Urban Bamberg Hero XL – это классика рюкзаков Бобби в максимальном размере. У меня XL объем 21,5 литра. Он просто заменяет чемодан для поездок. Но есть еще и Small и Regular. Для удобства этот рюкзак можно открыть на 30, 90 и 180 градусов. А вот Flex Gym Bag – это не просто рюкзак, это сразу два рюкзака в одном. Из делового рюкзака он превращается в спортивный. А это дополнительные 8 литров объема к основному объему 16 литров. А вот Bobby Explorer подойдет как для поездок по городу, так и для настоящих путешествий. Рюкзак очень вместительный, объем 27 литров, но с помощью хитрой системы молний его можно увеличить аж до 30 литров. Сделан из водоотталкивающей ткани, имеет на молнии дополнительную прорезиненную защиту от влаги, а также систему распределения веса. А вот рюкзак Bobby Soft отличается от других дизайном и форматом. У него мягкий корпус из плотной водонепроницаемой ткани, и благодаря этому он выглядит достаточно компактным и органично смотрится на спине. Хотя рюкзак достаточно вместительный, он также благодаря хитрой системе молний имеет два варианта объема – 13 и 16 литров. Все рюкзаки имеют внешний USB-порт для удобной зарядки гаджетов на ходу. Внутри рюкзаков есть съемные карабины для ключей, множество функциональных и продуманных карманов. Во всех рюкзаках есть отделение для ноутбука и для планшета. Вам лишь остается выбрать модель и цвет. В интернет-магазине exddefisdesign.ru у официального представителя этой фирмы в России. Тем более сейчас скидки 20% на все. А по моему промокоду председателя у вас будет еще дополнительная скидка 20% на весь ассортимент бренда. Но всего лишь две недели. Так что торопитесь, переходите по ссылке в описании и выбирайте свой идеальный городской рюкзак. Ну а мы начинаем. Хочу вам сказать, что по каждой отдельной иконе из Синайского монастыря можно сделать отдельное видео. Ну вот, например, знаменитая икона с изображением апостола Петра. Ну или Симона, ведь так его звали. А прозвище у него было Кифа. Симон сын Ионин. Так вот, откуда мы вообще понимаем, что на этой иконе изображен апостол Петр? Ну, по всей видимости, по ключам, которые он держит в руке. Сохранность иконы, к сожалению, не самая лучшая. Но это понятно почему. Потому что ее датируют аж шестым веком нашей эры. И нам говорят, что это одно из древнейших иконописных изображений апостола Петра. Но я, если честно, не назвал бы это вообще иконой. Это же портрет. И удивительно, если вот так вот рисовали портрет в шестом веке нашей эры, в Константинополе. А вот тот же Петр с кульком семечек из деисусного ряда, о котором мы с вами уже говорили. Это из музея русской иконы. Так вот, это изображение шестнадцатого века. Шестой и шестнадцатый. То есть между этими иконами тысяча лет. Но нас в этом пытаются убедить. Как, собственно, и в том, что иконография – это вид особого искусства. То есть не то, что монахи просто не умели рисовать и рисовали вот такое вот. Нет. Оказывается, чтобы так нарисовать, еще нужно поучиться. Так вот, этот Петр. Я думаю, первый Петр, который был изображен на иконе. Причем, как нам говорят, это особая техника живописи. В котором связующим веществом красок является воск. Смешивают краски с воском и пишут горячим расплавленным воском. Эти иконы в Синайском монастыре сфотографировал Джон Коннор. И все мы в прошлом видео в комментариях ему уже сказали большое спасибо за это. Тем более, что фотографировать в этом зале с иконами было запрещено. Как мы видим, на этих старых иконах шестого века, как нам говорят, нет никаких подписей. То есть, откуда мы вообще узнаем, что это апостол Петр? А именно, по связке ключей в его руке. То есть, видим, в одной руке он держит крест, в другой связку ключей. Крест как-то нелепо заходит на нимб. Про ключи сейчас мы поговорим. Еще хочу отметить, что вверху есть три медальона. И как нам говорят, это Богоматерь Иисус Христос. И вы не поверите, кто третий. Нам заявляют, что это Иоанн Богослов. Ну, если только в молодости. Вот, например, так Иоанна Богослова пишет московский иконописец Симон Ушаков. К сожалению, тут как раз на руках вся краска-то и отлетела, этот воск. Но если хорошо присмотреться, я нашел эту икону в очень хорошем разрешении. Правда, цвета немного неестественные. Но зато тут видно, что крест и нимб, видимо, понавлялись одним и тем же цветом. А может, не понавлялись, а подписывались, подрисовывались. Ведь нам заявляют, что это VI век. Помните, совсем недавно мы с вами говорили про распятие, когда символ распятия вообще появился. А он появляется только в самом конце VII века. На так называемом Трульском соборе. И вот меня заинтересовали еще ключи в руке Петра. Когда вообще сформировался иконографический образ Петра с ключами в руке. Как-нибудь поговорим об этом. Но посмотрите, сколько ключей в его руке. Три. И это мы четко видим, так как они разноуровневые. Вот они, три ключа. Но если мы посмотрим на другие изображения апостола Петра, то у него только два ключа. Один золотой, другой серебряный. И это даже очень хорошо видно на гербе Ватикана. Если будет интересно, мы продолжим как-нибудь тему с ключами. Еще одно древнейшее иконографическое изображение Иисуса Христа. Но это нам говорят, что это изображение Иисуса Христа называется, кстати. Это икона Христос Пантократор. Слова Иисус вообще нету. Точно такая же техника написания горячим воском. Тоже датируется серединой VI века. Точно так же автор, естественно, неизвестен. Правда, говорят, что эти иконы были подарены императором Юстинианом II в дар Синайскому монастырю. Именно Юстиниан, как вы помните, приказал строить монастырь, а именно крепость, для христианских монахов-отшельников, которые здесь начали селиться. Я уже спрашивал в прошлом видео, от кого здесь прятаться в пустыне, кого бояться. Да и потом монахи-отшельники, как нам говорят, приходили сюда не богатеть, не наживаться добром, а рыть себе пещерки, в них спокойно молиться, вести очень аскетический образ жизни. Но это нам так говорят. Свою точку зрения я высказал в прошлом фильме. В правом верхнем углу у вас всплывет подсказка на него. Да, и мы там, кстати, разбирали икону XVIII века, которую я обещал разобрать, кое о чем мы с вами поговорили, а кое-что я забыл. Кстати, у этой иконы есть автор, Яковос Москос. И что нам здесь о нем говорится? Что это древнегреческий живописец. И активность его деятельности как раз приходилась на начало XVIII века. Смотрите, Москос писал в типично греческом стиле. И вот мне лично захотелось сравнить вот этот вот типично греческий стиль XVIII века и нетипичный греческий стиль VI века. То есть деградация налицо. Ну и иконой-то это даже трудно назвать. Это какой-то план города, где схематично изображен монастырь, схематично изображены монахи, какие-то действия. Но мы с вами уже рассмотрели, что Господь Бог, дающий скрижали Моисею на горе, очень похож на образ внутри монастыря, рядом с образом Богородицы с Эммануилом. Здесь даже схематично изображены козы, которых пас Моисей. Когда загорелся куст, неопалимая купина, в которой Моисею привиделся... И вот тут вот вопрос, кто? Бог, Отец, Богородица? Потому что сведения очень разнятся. Наша икона, неопалимая купина, это только Богородица с Эммануилом. Даже на картинах средневековых европейских живописцев Моисею в горящем кусте частенько является женщина с младенцем. Ну и иногда какой-то мужской персонаж, поэтому тут, как говорится, не все ясно. Так вот, сам монастырь у нас крупно изображен на переднем плане. А что дальше? А дальше в перспективе точно такие же монастыри, разбросаны между горами, за горой Святой Екатерины, на вершину которой ангелы отнесли ее тело. То есть точно такие же монастыри по образу и подобию построены, как Синайский монастырь. Просто в перспективе они выглядят мелковато и не бросаются в глаза. А что это за постройки? Это просто сеть укреплений. Да еще мы видим одинокие постройки на горе Моисея. На некоторых черным нарисовали крест. Но что это такое? Это фантазия автора? Яковоса Москаса? Ну а если нет, то где же все эти нарисованные на иконе фортификационные сооружения? Куда они делись? Непонятно. Ну ладно, хорошо, вернемся к пантократору. Что с древнегреческого переводится как всевластный, всесильный? И вот этот вот образ 6 века, как я уже сказал, является древнейшим из известных иконописных изображений Христа. Ну имеется в виду Иисуса Христа. Помните, что я говорил до 7 века, Иисуса Христа изображали как агнца? А тут в середине 6 века Юстиниан уже привез эту икону и подарил Синайскому монастырю. Когда же она вообще была написана? Ну естественно нам на этот вопрос никто не ответит. Вы просто должны поверить на слово. Этой иконе полторы тысячи лет. Точка. Но как вы думаете, прямо с 6 века эта икона висела на самом видном месте? Она была самая почитаемая? Нет. Эта икона была обнаружена в монастыре только в 19 веке. И я тут сразу вспомнил недавнюю историю с всея Кириллом. Где он у себя на складе икон обнаружил ту самую икону, с которой князь Пожарский и Кузьма Минин освобождали Кремль в 1612 году от поляков. Вот так и обретаются эти иконы. И никакая экспертиза не требуется. Ну вы же не будете ставить под сомнение слова самого патриарха всея Руси. И то же самое вот с этим образом Христоса Пантократора. И вот мне интересно, а каким способом вообще принималась датировка этой иконы 6 веком? Если как нам говорят, это древнейший из известных иконописных образов Христа. При этом мы видим крещатый нимб, дорогое обрамление книги с крестом. Причем, обратите внимание, вся икона достаточно ровная. Но вот где руки, книга начинает с какие-то шероховатости. Еще обратите внимание, почему руки красные, а лицо белое. Ну понятно, мы тут на диване. Провести экспертизу этой иконы не в силах. И даже в музее Синайского монастыря она находится под стеклом. Никаких складок на одежде мы не видим. Вообще непонятно, почему Иисус Христос одет в черное. Он же не схимонах. То есть как будто все замазано и ниоткуда вылезли руки. Держащие Евангелие в дорогом обрамлении, да еще и с крестом. Причем эту икону, я уверен, рассматривали под микроскопом. Ну, как я вам уже говорил, есть церковное толкование даже этого образа. Где стороны асимметричные и по сути являются двумя природами одного образа. Божественная природа Иисуса Христа и людская, человеческая природа Иисуса Христа. Почему руки красные, а лицо белое? Этот момент, к сожалению, богословы решили не трактовать. Вы, кстати, в комментариях задаетесь вопросами, а существовали ли вообще книги в 6-7 веке? Ведь были всевозможные свитки, пергаменты. Ну, то есть, когда вообще эти свитки и пергаменты начали скреплять и обрамлять вот такими вот дорогими окладами? Обязательно поговорим об этом в отдельном видео. Ну, вот в музее Синайского монастыря присутствуют экземпляры 8 века, 778 год. Ну, так, во всяком случае, эти экспонаты подписаны. Как я вам уже сказал, при монастыре есть старейшая библиотека. Говорят, что она действительно может тягаться по собранию старых книг, старых свитков, всевозможных списков с Ватиканской библиотекой. Но, как вы понимаете, все эти библиотеки закрыты. И, как нам говорят, в Синайскую библиотеку могут получить разрешение только 50 человек в год. Ну, и сами можете понимать, что это за 50 человек. Какие-нибудь там профессора, ученые, богословы, ну, или епископы. Ни мне, ни вам, ни даже Джону Коннору, естественно, туда вход не откроют. Так вот, Синайский кодекс, написанный, как нам говорят, в 4 веке, не был скреплен в книгу. Несколько листов еще остались в музее монастыря. Вот они. Причем само название, Синайский кодекс, взято в кавычки. И подписано, как Библия Апостоликал Фазерс. Или на греческом Апостоликус Патерес. Библия Отцов Апостолов. Ну, в том плане, что самих апостолов называют отцами. А не в том смысле, что у апостолов были отцы, и вот их отцы как-то причастны к написанию этой библии. Ладно, не буду вас путать. Как мы видим, на этой же табличке, вот эту вот страницу Библии датируют 4 веком. Написана она на греческом языке. Сам лист разделен на две части, по 4 столбца. Я, к сожалению, вам не могу сказать, первый столбец второго листа это продолжение четвертого столбца первого листа. Или это вообще, например, первая и последняя страница данной Библии. К сожалению, я не владею греческим, а в табличке этого не указано. Кстати, на соседней табличке мы видим описание креста, вот этого креста. И Джон Коннор постарался его детально снять. Смотрите, здесь есть какие-то технические отверстия, какие-то навершия, на которые что-то одевалось. И что вы думаете, что это за крест? Ну, связан он с Иисусом Христом или нет? Ну, знающий английский язык уже, конечно, перевели и поняли. Это крест со стихом из книги «Исход» и сценами, как Бог передает Моисею скрижали законов. Ну, и здесь вот Моисей якобы идет в гору. Тут он снимает свою обувь. Это, кстати, все иконографические изображения. Вот есть иконы. А сверху из звездного неба руки, ну, видимо, руки Бога, передающие те самые скрижали. Что-то еще было в центре, но почему-то стерто. Мы это отчетливо видим. Но видно что-то, что нельзя нам показывать. Ну, то есть, понимаете, какую вещь не возьми, везде что-то подрисовано или стерто. Вот она, церковная истина. Правда. И при этом они говорят «Доверьтесь нам, придите в церковь». Ну, ей-богу, нет вам никакого доверия. Вы же на каждом шагу пытаетесь обмануть простых людей. И я из раза в раз буду показывать вот эти вот ваши косяки. Ну, или смотрите, вот мощевик в виде базилики. Ну, или как здесь написано, charge-shaped в форме церкви. И, согласитесь, сразу в глаза бросаются царапки. Такое интересное изделие с такой отвратительной гравировкой. Ну, тут, видимо, сцена из каких-то библейских событий. Причем новозаветных я вижу евангелист, буква Л, ну, Лука и его животное, бык. Вы только посмотрите, как здесь изобразили Иисуса Христа в кривь и в кость. Ну, ей-богу, руки бы им оторвать. С непонятным крестом в руке. И при этом рядом изображены белки. Они не нацарапаны. Они именно сделаны ювелиром. Точно так же сделаны какие-то орнаменты, цветочки. Вот тут вот животные. Еще раз говорю, они именно сделаны ювелиром и вставлены в ниши. И вот в этих нишах тоже что-то было вставлено, которое было сделано ювелиром, но просто потом вытащено. Я не знаю, скрыто, уничтожено, а на этом месте процарапаны вот такие вот смешные сюжеты. Люди, послушайте, вам же глаза даны для чего, чтобы видеть? Неужели вы это не видите? Ну, напишите в комментариях. Неужели я это придумываю? Почему белочку смогли сделать ювелирным изделием, а Иисуса Христа не смогли? Его пришлось выцарапать. Причем в кривь и в кость. Прошу вас, напишите свое мнение в комментариях. Мне это действительно важно. Может я действительно не такой, что-то со мной не так. Ну и отвлекся от Синайского кодекса. Как я и сказал, в этом музее находится всего лишь один, может быть, пару листов. Все остальное находится в Лондоне. Ну и вот, собственно, как выглядит уже переплетенный Синайский кодекс, который является собственностью британской библиотеки. Но, кстати, продали его в Британию мы, россияне. Но давайте к его истории. Она тоже очень занимательна. Точно так же, как вот эта вот икона Христос Пантократор. Видимо, среди кучи других заваленных в бытовке икон. Было обнаружено только в 19 веке, и то же самое мы можем видеть и с Синайским кодексом. Он был обнаружен немецким ученым Константином фон Тишендорфом. Причем, как это всегда и бывает, абсолютно случайно. Было это в 1844 году. Причем он сам об этом пишет, видимо, в своих книгах, мемуарах в 1855 году и в 1866 году. Что он пишет? Находясь в одной из библиотек монастыря Святой Екатерины, Тишендорф заметил подготовленные к уничтожению листы древние рукописи. Погоди, что, монахи читать на греческом не умели, что ли? Они что, не видели, что это текст Священного Писания? Как вообще они могли уничтожить, ну, хорошо, подготовить к уничтожению святую книгу? А, да, я, наверное, не сказал, что такое вообще Синайский кодекс. Синайский кодекс – это список библии на греческом языке. Причем с неполным текстом Ветхого Завета и с полным текстом Нового Завета. И в настоящее время он считается древнейшей пергаментной рукописью Библии. И вот что интересно, что часть рукописи Ветхого Завета была утрачена, но Новозаветный текст сохранился целиком. Некоторые части старинной рукописи сохранены в хорошем состоянии, и некоторые в очень плохом. Это позволяет предположить, что кодекс был разделен и хранился в нескольких местах монастыря. Так вот, как вы думаете, какие листы обнаружил Тишендорф? Ну, которые были подготовлены к уничтожению. Как выяснилось позже, это были 43 листа некоторых книг Ветхого Завета. Исследовав библиотеку, немецкий ученый обнаружил еще 86 листов того же манускрипта, который с разрешением монахов монастыря вывез в Европу. И опубликовал под названием Фредерико Августиновский кодекс. Как тут написано, посвятив его своему покровителю королю Саксонии, Фридриху Августу Второму. Очень важно понять, что вот этот вот Фредерико Августиновский кодекс состоял только из листов Ветхого Завета. Через 9 лет, в 1853 году Тишендорф вторично посетил монастырь в надежде приобрести остальные части кодекса. Однако без успеха монахи даже не показали ему рукопись. Еще через 6 лет, в 1859 году, Тишендорф, будучи уже под покровительством русского царя Александра Второго, ох уж эти немцы, от одного покровителя к другому, возвращается на Синай. И ему дали продолжить исследовать библиотеку. Но, как нам говорят, до последнего вечера экспедиции Тишендорфа кодекс так и не удалось найти. Прям роман читаешь. Его позвали на ужин к настоятелю монастыря. Это был последний вечер. И во время этой беседы Константин показал настоятелю экземпляр своего издания, Септуагинты. Ну а по сути, Ветхий Завет на древнегреческом языке и был Септуагинтой, которая, как нам говорят, написана была аж в III веке до н.э. А я вам уже рассказывал раньше и про Септуагинту, и про Вульгату, и про Библию Гутенберга. И это важно. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Так вот, Тишендорф показывает экземпляр своего издания Септуагинты. И в ответ настоятель монастыря предложил ему взглянуть на копию Септуагинты, которую сам читает каждый день. Он снял с полки завернутый в красный бархат пергамент. И Тишендорф с первого взгляда узнал в нем листки того самого кодекса, который он так долго искал. Там были не только листы Ветхого Завета, но и полный Новый Завет, причем в прекрасном состоянии. Я вам оставлю ссылку, где вы можете сами посмотреть состояние Ветхозаветных листов и состояние листов Нового Завета. Причем смотрите, что здесь написано. Синайский кодекс, рукопись христианской Библии. Написано в середине 4-го столетия нашей эры. Плюс первая, дошедшая до наших дней, полная версия Нового Завета. Рукопись написана по-гречески. Новый Завет излагается на Коине. То есть на другом языке, на другом диалекте, нежели Ветхий Завет. Коин, как тут написано, это древнеобщегреческий язык. Что это нам говорит? Что настоятель Синайского монастыря не мог отличить? Или просто не знал, что Септуагин-то это только Ветхий Завет? То есть переписанное Пятикнижье Моисея с дополнениями. А Новый Завет это уже не Септуагин-то, это Евангелие. Ну и какого черта первые 43 листа, которые Тишендорф обнаружил, монахи пытались уничтожить. Вернее, уже подготовили к уничтожению. Для чего? Ну, ей-богу, 19-й век это век массовых подделок. Подделывали монеты, подделывали всевозможные рукописи, потому что был большой спрос на историю. Ну, недаром Карамзин написал нашу историю только в середине 19-го века. Ну и, кстати, датировку, что этот Синайский кодекс был написан именно в 4-м веке, сделал сам Тишендорф. Ну а если немножко изучить биографию Константина фон Тишендорфа, мы узнаем, что он окончил Лейпцигский университет, где специализировался по древним языкам и теологии. И еще во время обучения задумал восстановить наиболее древний текст Нового Завета. Мужик захотел, мужик сделал. Обнаружил самый древний текст Нового Завета в Синайском монастыре, который случайным образом монахи собирались уже выкинуть на помойку. В общем, очень похожая история, как и с Велесовой книгой, или с так называемыми дощечками Изенбека, которые отвергли, потому что, ну, не было у дощечек Изенбека своего покровителя. Кто бы мог вступиться за них? Ну а за Новым Заветом вся христианская церковь. Дальше, как нам говорит история, после продолжительных переговоров, эта рукопись все-таки была уступлена русскому царю. В 1862 году появилось фоксимильное издание текста рукописи в четырех томах. И в архивах Министерства иностранных дел Российской Федерации в 2010 году было найдено соглашение, подписанное в 1869 году архиепископом монастыря святой Екатерины на Синае и представителем Российской империи. За кодекс монастырю было уплачено 9 тысяч рублей. Ну и после того, как было осуществлено его фоксимильное издание, император передал бесценный дар в публичную библиотеку, где он, собственно, и хранился до 1933 года. Когда уже в свою очередь его советская власть, посчитав христианскую реликвию абузой для государства, ну, скорее всего, просто молодое советское государство нуждалось в деньгах, поэтому и продала она этот кодекс британскому музею за 100 тысяч фунтов стерлингов. Ну и в настоящее время этот кодекс разбит. Вот несколько листов мы видим в Синае. Как нам говорят, фрагменты трех листов кодекса остались в Петербурге, 43 листа в Лейпциге, а остальные 347 листов в Лондоне. Ну и, как я говорил, о каждой реликвии Синайского монастыря можно рассказывать часами, делать отдельное видео. Поэтому еще об одной иконе, вот об этой вот, которая называется «Ветхие деньми», а также про другие интересные иконы мы поговорим уже в следующий раз. Ну а я жду от вас комментариев по Синайскому кодексу, по иконам, по мощевикам. Я думаю, всем очень интересно будет их почитать. Ну и обязательно оцените это видео. Вам не трудно, а для меня лично будет мотивация следующее видео сделать быстрее. Ну и не за горами волшебная зимняя декабрьская пора, когда все мы, как дети, ожидаем чуда и вновь начинаем верить в сказку. Добавьте в жизнь праздничного настроения с русской одеждой .рф. Расслабьтесь в необыкновенно позитивной конопле из предсельмага. Я, конечно, о рубашке. И получите, наконец, удовольствие от жизни. Необыкновенные цвета, удобный крой, сама фактура природной ткани работают в вашу пользу. Теперь в новом белом цвете, в косоворотке из лучшего, умягченного льна или мягкого хлопка, вы забудете про стрессы. А соединив рубашку и брюки из натуральной крапивы, получите уникальный костюм и оригинальный подарок, способный перезагрузить любой стиль и создать комфортную атмосферу для существования. Полное единение с природой, невероятные тактильные ощущения подарят шелковые мужские рубашки и женские батники. Негатив навсегда покинет пределы вашего дома, а сон станет волшебным в нашей пижаме из натурального шелка. С добавлением нежнейшего хлопка. Оцените исключительный комфорт и удобство шерстяных рубашек с капюшоном. Именно такая натуральная одежда становится самой удобной и любимой. Еще и самой теплой. Комфорт одежды напрямую влияет на уверенность человека в себе. Комфорт плюс функционал вдвойне приятно. Поэтому так популярны наши натуральные хлопковые джоггеры и карго. Не забудьте дополнить образ телогрейкой. Цвет, который выберете сами под цвет брюк или рубашки. Меховой овечьий жилет, одетый поверх теплого хлопкового спортивного костюма, не просто сочетание предметов, а чтобы душу грело. Именно поэтому подарок из предсельмага лучшее, чем вы сможете порадовать родных и близких. Невозможно описать словами буйство красок души греек из оригинальных полупосадских платков. Двусторонние можно вывернуть на другую, меховую сторону, дополнить комплект узорными рукавичками или сумочкой с фермуаром на шелковой подкладке. Важно, что каждое изделие прекрасно и хранит частичку души мастера. Каждый комплект – ручная работа в единственном экземпляре. Новый год не за горами. Яркие подарки предсельмага ждут вас в московском шоуруме на земляном валу 7. И поистине огромный выбор оттенков в интернет-магазине русскаяодежда.рф. Ваша правильная и полезная для здоровья одежда с русским колоритом. С любовью из Павловского посада. Редактор субтитров А.Семкин